МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Панорама. Главные новости Приморья в репортажах корреспондентов ОТВ. В студии Владимир Клюшников. Здравствуйте в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выборы президента, как голосование проходило на территории края. Зарубежный взгляд, мнение иностранных специалистов, наблюдавших в Приморье за ходом выборов. Культурные связи из Владивостока в Пхеньян отправилась труппа приморской Мариинки. И два дня каратэ, как прошел массовый турнир, на котором распределяли путевки на чемпионат России. Сегодня стали известны предварительные итоги голосования на выборах президента России. За Владимира Путина отдали голоса более 87% избирателей по всей стране. Высокие результаты показал и наш край. Почти 90% приморцев заявили о желании видеть на посту главы государства действующего президента. Примером для земляков стал губернатор края Олег Кожемяка, который вместе с женой был на избирательном участке в первые часы голосования. 15 марта уже в 8 утра. В первый день голосования свой выбор сделали всего 490 тысяч 102 человека. Это чуть более 34% избирателей в Приморье. За два дня, 15 и 16 марта, в Приморье проголосовали уже чуть более 800 тысяч человек. Это 56,5%, то есть более половины от общего количества избирателей. По итогам трех дней в Приморье проголосовали 1 миллион 74 тысячи 624 человека. В этот момент явка превысила 75%. По словам многих приморцев, эти выборы стали буквально личным праздником. Реальной возможностью принять участие в формировании будущего своей страны. Процедура голосования на выборах президента России завершилась накануне ровно в 20 часов. Именно в это время одновременно закрылись все избирательные участки на территории Приморского края. Наш корреспондент Виктория Лобецкая не только наблюдала за моментом закрытия одного из участков, но и увидела, что происходило в помещении сразу после 20 часов. Отдать свой голос за будущего президента страны Ольга Чеблукова успела. На избирательном участке появилась за 5 минут до закрытия. Несмотря на то, что времени нет, сижу с маленьким ребенком. Как только появилась возможность, прибежала, успела. Голос свой оставила. 905-й избирательный участок расположен в здании детской школы искусств в районе Игершельда. Как и везде, избиратели здесь принимали 3 дня. И вот все сроки истекли. Председатель комиссии Михаил Петухов закрыл помещение для голосования. Подошло завершение последнего дня голосования на часах 20.00. Соответственно, избирательный участок закрывается для подсчета голосов. И, собственно, избирателей на нашем участке нет. Михаил Петухов – юрист по образованию. На выборах различного уровня принимает участие 10 лет. Все тонкости процесса знает. Первым делом просит сотрудников комиссии передать ему ведомости неиспользованных бюллетеней за 3 дня. Их пересчитали и приступили к процедуре гашения. По колу отрезается левый нижний угол на всех неиспользованных бюллетенях. Неиспользованные бюллетени поместили в отдельный пакет и запечатали. Проверили и списки избирателей. Посчитали количество выданных бюллетеней. После распечатка сейф-пакетов. Посчитали количество бюллетеней за 15 и 16 марта. А также тех, кто голосовал вне участка. 11 избирательных бюллетеней, которые были выданы избирателям 17 марта при проведении голосования вне помещения для голосования. Собственно, он был целый. Защитная марта имеется. Защитная марта и номер сейф-пакет соответствуют тем, что в акте. Следующий этап. Отсчет бюллетеня за 17 марта. Для этого вскрыли урну для голосования. Проверяем неповрежденность. Все цело, как-то было запаковано и запломбировано утром. Девочки, усталость чувствуется вообще? Вполне бодрое, еще рабочее состояние пока еще. С которого вы не донулили здесь еще находиться? На часах уже не надо. Ну, ближайший час это точно. Еще час как минимум. Сейчас мы подведем итоги и уже будем потратить все домой. Работа сотрудников избирательных комиссий после закрытия участков строго регламентирована. На 905-м участке весь процесс происходит вручную. Но все точно, без погрешности. Последний этап – посчитать голоса избирателей. Сколько и за какого кандидата отдали. К полуночи с этой работой здесь справились. Виктория Лобецкая, Константин Рискин, Панорама. Ход выборов на территории Приморского края внимательно отслеживался, в том числе и иностранными наблюдателями. Целая группа зарубежных специалистов прибыла к нам заранее, а затем в течение трех дней наблюдала за выборами на разных избирательных участках. В последний день выборов на избирательных участках – инспекционная дружина. Зарубежные наблюдатели из разных стран проверяют, действительно ли честно проходят выборы. За три дня дежурства жалоб и нарушений не обнаружили. В голосовании приняли участие больше 70% от общего числа избирателей в крае. Азурдейсфон – Единая Россия. Самовдвижение. Самовдвижение. Вы ЛДПФ и вы Общественная палата. За три дня работы иностранная делегация посетила большую часть избирательных участков. В первый день наблюдали за тем, как проходят выборы в Дальневосточном федеральном университете. Эксперты пообщались с председателями и членами участковых комиссий, чтобы разобраться в тонкостях избирательного процесса. Необычным для иностранцев оказались сроки выборов. По их мнению, трехдневное голосование повысило количество избирателей. Приморцы с раннего утра приходили на избирательные участки. Самое главное, что выборы просрачены, что они тайны, и что каждый человек имеет возможность действительно голосовать. И все это я наблюдал, и все там аккуратно происходит. И в частности важно, что и те люди, которые сами не могут, приходят сюда, имеют возможность и выбирать. И это тоже существует, это возможность, они идут туда-домой и там забирают этот голос. Я думаю, что это очень важно. Дистанционно. Последний день работы делегация успела посетить празднование Масленицы на центральной площади города. Попробовали традиционные угощения и сделали памятное фото с русским медведем. Адарья Кульматова, Панорама. Сегодня Олег Кожемяка поблагодарил приморцев за беспрецедентную активность при участии в выборах президента России. Губернатор записал видеообращение, в котором выразил признательность каждому, кто исполнил свой гражданский долг и не остался в стороне. Напомним, выборы президента Российской Федерации длились три дня. С 15 по 17 марта в крае были созданы все условия, чтобы они прошли открыто и законно. Важнейшим инструментом для выполнения поставленной задачи стал независимый контроль более чем трех тысяч общественных наблюдателей. Завершились выборы президента Российской Федерации. И я хочу поблагодарить всех, кто пришел на выборы и исполнил свой гражданский долг. Явка на этих выборах необычайно высокая. 75% приморцев приняли участие в этих выборах. И более 88% проголосовало за президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Это тот выбор, который сделали жители нашего края, исходя из политики, проводимой президентом в отношении Дальнего Востока, в отношении Приморского края. Особенно важно поддержать действующего президента на выборах было для тех, кто чувствует большое внимание со стороны государства. Тем, кого государство поддерживает и помогает. Кому важно, что нынешний путь развития страны будет продолжен. Семьи с детьми как раз одни из таких. Все развитие, которое происходит на сегодняшний день у нас, мы очень рады, мы видим эти изменения в лучшую сторону. И мы очень хотим, чтобы оно и продолжалось дальше. В последнем послании президента он озвучил такие меры поддержки, многозначимые, которые будут в ближайшие 6 лет в нашей стране происходить. И, конечно же, мы очень рады, что все это совершится. Как многодетная мама, мне бы очень хотелось, чтобы все эти программы продолжались. Это и льготная ипотека, это и материнский капитал, и многое другое. Потому что действительно нужно укреплять именно семейные ценности. Семья – это ячейка общества. Культурные связи. Из Владивостока в Пхеньян отправилась труппа Приморской Мариинки. Два дня каратэ, как прошел массовый турнир, на котором распределялись путевки на чемпионат России. За минувшие сутки в Приморье зарегистрировано три возгорания общей площадью более 2000 гектаров. На утро понедельника пожар в селе Олени и Артемовского городского округа уже удалось потушить. Участие в его ликвидации приняли 10 человек и 2 единицы техники. Также потушили пожар в селе Гвоздево Хасанского округа. А вот в Зайсановке до сих пор продолжается ликвидация возгорания. Участие в тушении принимают 83 человека и 21 единица спецтехники. Из-за палов травы и поджогов, совершенных людьми, в Хасанском округе животные лишились дома. Очевидцы сняли на видео, как стадо оленей спасается из объятого огнем леса в заповедниках. Теперь копытные вернутся на прежнее место обитания еще не скоро, ведь леса, пострадавшие от пожаров, восстанавливаются от 20 до 50 лет. Напомним, в 22 муниципалитетах Приморья введен особый противопожарный режим. Он подразумевает крупные штрафы и уголовную ответственность. В Приморье действует запрет выхода на лед. Температура на улице с каждым днем повышается, а значит лед становится тоньше. В любой момент льдины могут оторваться от берега и уплыть в открытое море. Однако даже риск провалиться под воду не останавливает любителей порыбачить или погулять по льдинам. Между тем опасное развлечение может стоить человеку жизни или здоровья. Риск провала под лед с летальным исходом крайне высок. Напоминаем, что выезд на автомобиле на ледовое поле запрещен на протяжении всего года. Следите за тем, чтобы ваши дети не играли в близи водных объектов. У жителей Приморья появилось больше возможностей для обследования здоровья. В одном из медицинских центров Владивостока установили новую диагностическую аппаратуру. Во Владивостоке на улице Кирова Центр диагностики МРТ «Лидерда» укомплектовал свое оборудование новинкой из сферы медицинского оборудования. Техническое обеспечение формируют из премиального сегмента для обследования организма. В центре установили аппарат МРТ мощностью 3 Тесла, который позволяет провести более точную диагностику. Это новое оборудование, которое позволяет получать качественные изображения структур головного мозга, органов малого таза и МРТ сердца также можно проводить на нем. МРТ 3 Тесла позволяет получать изображения высокого разрешения и срезы менее 1 мм, что крайне важно для ранней диагностики заболеваний головного мозга и органов малого таза. Но также очень распространено проведение МРТ 3 Тесла при нейровизуализации, при диагностике грыж, протрузий. Медицинский центр в жилом районе позволяет проходить необходимые обследования рядом с домом. А современное оборудование обеспечит быстрое получение результатов медицинского осмотра. Влада Мещ, Андрей Липунов, Панорама. Сегодня для православных христиан начинается Великий пост. Он предваряет главный христианский праздник – Пасху. Традиционно его разделяют на два периода. Первый – Великая Четыридесятница в честь 40-дневного поста Иисуса Христа в Иудейской пустыне. И Страстная Седмица – это последняя неделя перед Пасхой, которую в этом году будут отмечать 4 мая. В эти дни верующим запрещено есть любое мясо, молочные продукты и яйца. Однако, по мнению приморцев, пост верующие обязаны соблюдать не только в еде, но и в своих делах и поступках. Поскажите, вот сегодня начинается Великий пост. Вы соблюдаете? Я стараюсь. Я православная христианка. Раз приехала к вечерней службе Спаса Преображенский собор. В целом, пост же это не про еду в целом. Это самое главное про душу, про то, как ты ощущаешь себя самим собой. Какой ты, плохой или хороший? Я вообще не ем мясо. Из-за этого я по жизни пощуся. А вот именно конкретно выдержать пост, я ем яйцо, рыбу все равно. То есть я не могу выдержать. В посте у нас страсти ослабевают. Мы все в страстях. У нас гордость, тщеславие, зависть и прочее, чревоугодие. А пост подает нам ослабить эти страсти и бороться. Но главное молитва. Молитва к Богу. А уже второстепенно это пост. Вообще наша культура русская, она построена на заповедях. Поэтому, наверное, вот соблюдайте заповеди, быть добрым. Все. В этом пост. Культурные и туристические связи Приморья и КНДР укрепляются. Из Владивостока в Пхеньян отправилась большая делегация, основу которой составляет труппа Приморской сцены Мариинского театра. Наша съемочная группа уже находится в аэропорту Владивостока. Буквально считанные минуты остаются до самолета на Пхеньян. На его борту в столицу КНДР отправится делегация Приморского края. В составе которой глава региона и артисты Приморской Мариинки. Приморские артисты впервые отправляются на гастроли в КНДР. С собой они везут настоящий подарок русской культуры. Классический балет «Спящая красавица». Идея привести именно этот спектакль появилась после визита лидера КНДР Ким Чен Ына в наш край. Политика тогда впечатлила красота русского балета. Теперь и жители страны утренней свежести смогут насладиться гордостью отечественной культуры. Честно говоря, каждый раз гастроли это что-то необычное и неожиданное. Я думаю, что все будет в порядке. И я надеюсь, что публика будет хорошо принимать, так как для них это будет своего рода тоже в номинку. Для граждан дружественной страны приморские артисты также подготовили авторскую постановку балета «Жар птица» и концертную программу. Несмотря на опыт и высокий уровень мастерства, перед этими гастролями артисты ощущают особое волнение. Хотят произвести хорошее первое впечатление. Развитие культурных связей это укрепление наших отношений с этой дружественной страной. Но мы видим, что с каждым годом Корейская Народная Демократическая Республика все больше и больше открывается. Все больше желающих побывать, познакомиться с этой удивительной страной. Пока артисты находятся в предвкушении выступления, остальная часть делегации во главе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяка готовится к серии деловых встреч. Цель визита не просто наладить отношения в сферах туризма и спорта, а стать настоящими друзьями. Лада Мещи, Лада Пасечник, Ирина Бочанцева, Панорама. Владивосток готовится принять 33-й фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна», который пройдет в Краевой филармонии с 22 марта по 26 апреля. В программе многообразие жанров классической музыки – от романцев, симфоний и народного творчества до современных композиций. В этом году фестиваль объединит творчество двух величайших композиторов – Николая Андреевича Римского-Корсакова к 180-летию со дня его рождения и его современника Рихарда Вагнера. Будут представлены сцены из опер «Садко» и «Млада», а также из «Валькирии», которую исполнят на оригинальном языке. На фестивале музыка Рихарда Вагнера в исполнении Тихоокеанского симфонического оркестра прозвучит впервые. Во Владивостоке состоялся крупный турнир по карате Киокусинкай. Соревнования собрали спортсменов из разных регионов Дальнего Востока. А победители получили путевки на чемпионат страны, который через месяц пройдет в Санкт-Петербурге. Дальневосточные соревнования по карате Киокусинкай в Краевой столице открывают по-восточному под стать традициям этого единоборства. На татаме более 600 спортсменов разного возраста из шести субъектов округа. Начинают каратисты с показательных выступлений. В Приморье это восточное единоборство, одно из самых передовых и популярных. Наш край на этих стартах представляло 200 человек. Каждый из них показывает свой максимум. Здесь родные стены помогают и желание победить. Отправиться дальше на всероссийский этап. Здесь в этом зале спортсмены из различных регионов Дальнего Востока, Приморья. Для того, чтобы поботься за право выступить на чемпионате в Киеве России, дежурных соревнований в Беларусь. И я уверен в том, что сборная команда нашего округа достойно представит нас на этих соревнованиях. Каратисты выявляли сильнейших на протяжении двух дней. С девяти утра и до восьми вечера. Соревновались спортсмены как в контактной дисциплине, так и в Синькё-Кусинькай. Сильнейшие каратисты получат путевки на первенство России, которое пройдет в апреле в Санкт-Петербурге. И на чемпионат страны в Екатеринбурге. Николай Кугук, Панорама. Пока это все новости. Напомню, что ОТВ теперь можно смотреть не только по телевизору, но и в социальных сетях. QR-код прямого вещания в телеграм-канале на ваших экранах. Панорама следит за развитием событий. До встречи в эфире. Продолжение следует...